Всем привет! Добро пожаловать на серию видео уроков, посвященных Финал Рендеру. Данные уроки являются эксклюзивными для блога студии компьютерной графики Pulsar, поэтому вы не найдете нигде, кроме собственного нашего блога. Итак, приступим к уроку. Первое, что нам нужно сделать, это, естественно, включить сам Финал Рендер. Для того, чтобы это сделать, нужно открыть вкладку Render Setup, спуститься в самый низ вкладки Common, открыть вот здесь вот свое окошечко и переключиться на Финал Рендер. У меня он уже включен, стаж 1. В принципе, настройки все наши активируются. И давайте посмотрим на то, что нужно сделать для того, чтобы начать с ним, собственно, работать комфортно, чтобы работало глобальное освещение, чтобы картинка у нас была очень красивой. Первым делом, давайте рассмотрим вкладочку Финал Рендер. Вот она у нас тут находится. Что нас здесь интересует? Нас интересует галочка Anti-Aliasing. Вот она вот здесь вот находится. Включаем ее, и она нам позволяет настраивать, собственно, силу, скажем, проработки подразбиения пикселей. Вот так вот можно все это дело рассказать. Смысл в том, что у нас, к примеру, вот сейчас мы видим, есть 9 каких-то пикселей, и программа, собственно, прорабатывает цвет каждого пикселя без включенного Anti-Aliasing. Ну, по наиболее каким-то там значимым цветам. Допустим, у нас есть, давайте вернемся в 3D Max, какой-то круглый объект. Давайте посмотрим вот сюда вот. Вот на примере с цилиндра это будет очень легко видно. Повысим количество сегментов, выключим отображение, выключим сетку, ну и нажмем Save Frame, чтобы он у нас отображался. Это сочетание клавиш Shift-F. Вот таким вот образом мы это хозяйство видим. Вот так вот. И давайте поменяем только еще цвет на красный. Зайдем в обратную вкладку Render Setup. Посмотрим на разрешение картинки, поставим разрешение 20х20 пикселей. Вот и, собственно, отрендерим результат. Давайте посмотрим, что у нас происходит. У нас очень грубые, некрасивые края нашей картинки, которые, собственно, анти-алязенький должен у нас убрать. Смысл вот в чем. Когда мы его включаем, у нас включаются так называемые подразбиения пикселя. Они могут быть, скажем, единичными. То есть у нас один пиксель ни на что не разбивается. Может быть, вот здесь кнопочка 4, к примеру, минимальный рейд. Точнее, максимальный сэмпл. Вот у нас вместо одного пикселя считается 4. И цвет вот этих вот маленьких 4 пикселей, грубо говоря, складывается каким-то образом, усредняется, и у нас получается один новый пиксель. Давайте вот оставим минимум сэмплс. Это получается, что минимум один пиксель является одним пикселем, и максимум сэмплс один пиксель разбирается на 4. Отрендерим картинку, увидим результат. Мы видим, что у нас появились какие-то полутона, красные полутона, которые как раз и, скажем, при хорошем таком удалении от картинки, получаются такой гладенький, ровненький краешек. Собственно, чем выше настройки анти-алиазинга, то есть у нас может быть здесь 16 сэмплов, соответственно, вместо одного пикселя считается 16, и потом они усредняются. Ну и получается более красивая картинка. Если у вас очень много деталей в вашей сцене, желательно повышать эти значения. Однако у финал-рендера есть очень полезная штука, это этот вот ползуночек, который мы можем буквально дергать от 0 до 100, и значения анти-алиазинга будут выставляться автоматически. Соответственно, минимальная 0 это чуть ли не 4 пикселя, точнее даже 16 пикселей объединяются в 1. Соответственно, 100% значение анти-алиазинга. У нас будут видны самые мельчайшие детальки. У нас вместо одного пикселя будет считаться 64. Там максимальная очистительность ко всему этому хозяйству. По крайней мере, мне это очень пригодилось, когда я рендерил гигантское количество маленьких частичек. Чтобы не все прорисовались, чтобы не все были видны, желательно включать, скажем, выше 50%. Хотя, как правило, 50% это самое полезное, точнее не полезное, а сбалансированное значение между скоростью и качеством. Остальные параметры предлагаю пропустить, они не столь важны для нас. Опустимся сюда вниз и посмотрим. Bucket Size. Соответственно, устанавливают у нас размер бакетов, которые бегают по экрану. Как вы заметили, рендеры, которые отличаются от Scanline, они используют, точнее, они рендерят по маленьким кубикам, по маленьким участкам нашего экрана. Соответственно, кубики могут быть большими, кубики могут быть маленькими. Давайте я сейчас сделаю большое разрешение, ну и сделаю анти-алиазинг на максимум, чтобы у нас картинка считалась долго, чтобы вы увидели разницу. Вот, нажим кнопочку рендер. Соответственно, вот у меня бегают, пробежали только что, кубики размером 64 пикселя, соответственно. Можем это значение уменьшить, допустим, на 16 будут бегать маленькие кубики вот здесь вот. Можем, соответственно, эти значения увеличить. И так далее, тому подобное. Ну все, не будем мучить. Смотрим дальше. Bucket Odor. Что это означает? Это означает как раз то, по какой траектории наши бакеты будут бегать по экрану. Сейчас у нас по умолчанию стоит Гимберт. Это означает, что наши кубики бегают, скажем, из верхней левой части картинки, к центру картинки, потом в нижнюю левую, потом в правую нижнюю. Ой, фу. Да, нижнюю левую, потом правую нижнюю, потом, соответственно, снова к центру картинки, потом вверх вправо. Таким образом картинка у нас очищается. Есть другие способы. К примеру, это сверху вниз, слева направо. Вот я привык использовать спиральный метод. Соответственно, у нас картинка рендерится от центра к краям. Давайте сделаю здесь вот размер бакетов 16, чтобы лучше было видно. Так, секундочку. Спираль. Рендер. Вот у нас кубики бегают от центра к краю экрана. Соответственно, можно здесь поставить галочку «ревес». Соответственно, кубики будут бегать от края экрана к центру. Все, в принципе, легко и понятно. Следующие важные галочки. «Display messages». Это то же самое, что есть, к примеру, у V-Ray. Он показывает какие-то свои действия. Допустим, V-Ray счастливый загрузил сцену. Он это написал в отдельном окошечке. Соответственно, то же самое умеет делать и финал-рендер. У нас появляется окошечко. Выглядит оно вот так вот. Ну, которое и показывает у нас какие-то вещи. Допустим, там время загрузки сцены в память, там время рендера, собственно, количество вершинок, полигончиков и так далее, и так далее. Ну, как правило, не очень полезная вещь. Я ее выключаю. Следующая галочка. «Check for missing files». Она у нас стоит по умолчанию. Что она означает? Она означает, что, к примеру, мы открываем какой-то проект, и в этом проекте не нашлись все текстуры. Допустим, мы или переместили саму папку с текстурами, они лежат в другом месте, или там еще что-нибудь случилось. И в данном случае, перед тем, как все это хозяйство будет рендериться, у нас плывет окошечко, предупреждающее нас о том, что каких-то текстурок не хватает. Следующая галочка тоже немаловажная. «Low Priority Thread». Что это означает? Это означает, что во время рендера 3D Max'у будет присваиваться более низкий приоритет. У Windows есть такая штука, называется «Приоритеты для программы». Соответственно, чем выше приоритет, тем больше она может кушать ресурсов. Но это, соответственно, чем ниже приоритет, тем больше ресурсов освобождается на сторонние какие-то программы. Соответственно, если у вас стоит галочка «Low Priority Thread», вы можете, к примеру, спокойно сидеть в интернете, спокойно слушать музыку, смотреть кино, играть в игрушки, если, конечно же, компьютер позволяет. Ну вот, в принципе-то и все. Остальные галочки мы с вами рассмотрим попозже. Дальше, что нас интересует? Нас обязательно интересует вкладка глобального освещения. Это, в принципе, единственное, даже, ну, единственное, конечно же, что нас интересует в финал рендере. Это как раз просчет глобального освещения, просчет отскоков фотонов, там, всего-всего-всего другого. Вот, собственно, заходим в вкладочку «Undirect Elimination», ставим галочку «Enable». Соответственно, глобальное освещение у нас включено. Так же, как у V-Ray, у финал рендера есть несколько движков, отвечающих за первичный и вторичный отскок фотонов. И на данный момент самая распространенная связка это на первичный отскок адаптив QMS, а на вторичный, вот здесь и secondary engine, гармоник с ГИ. Собственно, аналог ирадианс мапы и лайт кэша в V-Ray. То есть, я не зря привожу аналогию с V-Ray, потому что это наиболее распространенный рендер, и люди, которые с ним работали, им будет проще понять финал рендера. Соответственно, вот у нас уже есть вкладочки, опять же, в адаптив DMS. Есть такие же ползунки, как у анти-альязинга, да, то есть, визуально можно каким-то образом там построить качество, там, интерполяцию, внимание к деталям, да, и качество сэмплов, ну и так далее, и тому подобное. Вот, но нас интересует еще в вкладке глобального освещения вот такая вот штука. Открываем вкладочку Skylight. У нас есть здесь два варианта освещения сцены. Собственно, вот здесь они у нас переключаются. Первый вариант Simple Sky. Что он означает? Он означает, что вся наша сцена будет со всех сторон освещаться вот этим вот цветом. То есть, давайте, к примеру, я создам, там, не знаю, что-нибудь простое. Ну, давайте пусть будет это Plain. Добавим там чайничек. Все это хозяйство мы с вами програсим в серенький цвет, даже можно без материалов. Вот так вот. И давайте отрендерим, посмотрим, что у нас получится. Вот у нас считается первым делом Light Cache. Сейчас у нас считается Radiance Map. Точнее говоря, адаптив КВМС-движок. Ну, вот и сейчас уже очищается сама картинка. У нас появляются какие-то мягкие тени под чайничком. Все это здорово, все это классно, все это радует глаз. Вот. О движках мы с вами тоже поговорим попозже. Но, нас интересует сейчас не Simple Sky. Ну, соответственно, у Simple Sky можно назначить здесь вот силу, допустим, 5D. Сейчас я только увеличу размер бакетов, то слишком долго все это рендерится. Мы видим, что наша сцена стала гораздо светлее, у нас буквально все стало пережарено. Ну вот, и рендер уже тяжеловато каким-то образом выявлять детали. У нас еще и антилязинг на сотне стоит. Ну вот, долговато, конечно, чайничка рендериться из этих параметров высоких. Ну вот, соответственно, сюда вот, в слот, где сейчас написано None, можно впихнуть HDR-карту. Соответственно, освещение будет идти по HDR-карте. Ну и смотрим, наконец, другой параметр. Вместо Simple Sky мы посмотрим на Physical Sky. Что это означает? Это означает, что у нас в окружении, давайте зайдем в окружение, оно у нас находится в вкладке Рендеринг, Environment. Если кому-то лезть в эту вкладку, могут нажать просто клавишу 8 на клавиатуре. И в Environment Map давайте запихнем Final Render Physical Sky. Собственно, находится это в вкладке Maps, только не в стандартных, а у Final Renderer. Вот оно, Final Render Physical Sky. Отрендерим. Видим, что у нас стало все синее, потому что у нас синее небо. Вот. Соответственно, освещение идет у нас более, ну, как бы, такое же мягкое, да? Давайте вот таким вот образом посмотрим вбок. Да, мы увидим, что у нас там есть небо. Аналог, соответственно, Physical Sky у V-Ray. Вот, но у Physical Sky есть еще одна полезная кнопочка. Называется, собственно, ну, здесь вот странно, а вот Sunlight. Напротив Sunlight есть галочка, которая означает как раз и наше солнышко. Если мы эту галочку ставим, если мы снова жмем на Render, мы видим, что появляются резкие тени от солнца. Очень полезная штука. Буквально ничего в сцене крутить не надо. Если нам не нравится, допустим, положение солнышка в нашей сцене, да, куда оно светит, так и куда ли. Можем или открыть вкладочку Physical Sky Time, там Color Adjust и так далее. Вот. Спуститься чуть-чуть вниз и назначить время, которое якобы сейчас в нашей сцене трехмерной находится, да, к примеру, там, 20 часов вечера. Вот. Жмем на Render и мы видим, что у нас солнышко теперь находится гораздо ниже. Такое вечернее приятное освещение. Что еще? Очень полезная вот здесь вот есть галочка Use Ground. Мы можем показать цвет нашему... нашей земле, грубо говоря. То есть, если у нас камера смотрит вниз, то у нас вместо космоса отображается какая-то земля. Давайте мы с вами сделаем вот что. Отдалим немножечко камеру, посмотрим вот так вот и отрендерим. Мы увидим, что у нас теперь нет резкого перехода между, соответственно, небом, да, и землей. Однако, если мы вернемся в Render Setup, включим Use Ground, да, и, к примеру, поменяем Color. Вместо вот такого темно-коричневого поменяем, к примеру, на светло-голубой. Так, таким вот образом. Жмем Render. Ну, конечно, не совсем тот результат, который хотелось бы. Дело в том, что, по крайней мере, я использую цвет земли, да, в том случае, когда у меня есть какая-то воздушная сцена. У меня солнышко стоит, допустим, в значении 15 часов. Вот, то в данном случае он гораздо мягче лет освещение снизу. Вот, очень полезная вещь. Если же вы хотите солнышко настроить вручную, для этого нам нужно создать стандартный источник света, Target Direct. Вот, и, собственно, поставить его в сцене. Вот он у нас счастливо светит. Можно даже выключить галочку On. Вот, а в Render Setup, вот, Hacking Direct Illumination, Physical Sky Time, вот здесь вот, жмем на солнышко. Вот сюда вот и выбираем наш Target Direct. Все, соответственно, у нас теперь солнышко подчиняется положению нашего источника света. Давайте приближу камеру, чтобы, соответственно, сейчас у нас положение солнышка будет подчиняться положению нашего источника света. Это очень хорошо видно. К примеру, мы сейчас наш источник света поставим пониже, имитируя вечернее освещение и попробуем отрендерить. Мы видим, что, естественно, солнышко у нас поместилось ниже. Освещение стало вечерним. Вот, в принципе, и все, что я вам хотел сегодня рассказать по поводу Final Render. Остальные уроки у нас затронуты и редакторы материалов, и составные красивые текстурки, и там множество очень полезных и интересных плюшек. Расскажу обязательно про настройки глобального освещения, про настройку движков. В принципе-то и все. Всем спасибо за внимание. Напоминаю, что урок был создан специально для блога студии Компьютер.